Мы гостями желанными к вам сегодня приехали, и теперь нам положено вас, друзья, поздравлять. Бойкие активные солистки ансамбля «Душа и песня» приехали в Ростов из Крыма. Они выступали и на Антимайдане, и Крымской весной. Ни дождь, ни холод, ни политическая обстановка не вырвут из их душ песню, уверяют артистки. Называет себя патриотками России и доказывает это своими выступлениями. Очень важная тема, потому когда мы в Крымской весне участвовали, мы это заметили. Люди со слезами на глазах, люди слушали, люди нуждались в этих песнях. Мы были поддержкой музыкальной, творческой. Ребята из Владимира сегодня исполняют веселую песню о военном корреспонденте. Хотя знают, что война – это совсем не весело. А любимая песня коллектива – трагичный бухенвальдский набат. Эта песня, она очень цепляет. То есть, когда ты слушаешь, у тебя мурашки по коже идут от нее. Особенно, если исполняет хороший человек, и ты как бы вникаешь в текст. И когда слушаешь, это становится очень страшно. Этот фестиваль открыт и для профессионалов, и для любителей. Возрастных ограничений тоже нет. Главные критерии, по которым жюри оценивает участников – чистота интонации и передача художественного образа. Хорошо, что такой фестиваль появился. Чтобы все же мы сейчас некий крен в какую-то попсу, в эстраду, в англоязычные песни, которые в самом деле замечательные. Все, все, все. Но нужно петь, конечно, и созданные песни здесь, которые прославляют родину, Россию, общегражданские какие-то мотивы. На межрегиональный этап приехало 150 участников из разных регионов страны, 10 творческих коллективов. Гран-при получили солистка из Краснодарского края и ансамбль «Хоазис» из Старого Оскола. Лучших в следующем году ждут в Москве на всероссийском финале. Галина Горлова, Юрий Сангин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Желтной одни... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова